СОЮЗ КАЗАЧЬЕ МОЛОДЕЖИ КУБАНИ Казачьих классов и кадетских корпусов. Но вступить в данную организацию может любой желающий, кому интересны история, культура и традиции кубанского казачества. Данное детско-юношеское движение образовано при поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева. Здравствуйте, я Инга Габешия и на канале ВКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, в Кубанском казачьем войске накоплен огромный опыт работы по воспитанию молодежи. В казачьих классах края обучается более 60 тысяч ребят. Действует 25 школ со статусом казачья, 6 казачьих кадетских корпусов. Эти дети объединены общей идеей, идеей патриотизма. Задача же Союза казачьей молодежи Кубани – собрать всю активную молодежь Краснодарского края для воспитания активной гражданской позиции на основе культурно-исторических традиций казачества. О том, как в Сочи планируют перезагрузить казачество, мы поговорим с начальником отдела дополнительного образования и организации воспитательной работы управления по образованию и науке администрации города Сочи Татьяной Андреевой. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Добрый день. Итак, в Сочи вслед за краевым создан городской союз казачьей молодежи. Каковы его главные цели и может ли в него вступить не ученик казачьей школы или казачьего класса? Да, действительно, в сентябре у нас прошел съезд Союза казачьей молодежи в Краснодаре. Наши ребята принимали там участие. Цель создания – это участие детей и казачьей молодежи в реализации государственной политики в отношении казачества в Краснодарском крае. Также привитие подрастающему поколению традиционных казачьих уставов, устоев. И с каждым годом у нас количество казачьих классов увеличивается. Поэтому это также новый виток в казачьем образовании. Также в образовании. Очень многие родители с удовольствием отдают детей в классы казачьей направленности. Дети с удовольствием надевают казачью форму. И создание Союза казачьей молодежи – это новая площадка для проведения различных мероприятий. Это для проведения каких-то конференций, встреч, традиционных казачьих каких-то соревнований. Вступить в Союз казачьей молодежи может любой человек. Самое главное – это неравнодушие к Краснодарскому краю, к истории Краснодарского края, к кубанскому казачеству. Можно сказать, что данный Союз казачьей молодежи Кубани кардинально отличается от других объединений школьников. Главное отличие его от других – это привитие подрастающему поколению традиционных казачьих морально-нравственных устоев, популяризации, изучения истории и культуры кубанского казачества. Вот это отличительная черта. Ну а все остальное – это в основном также патриотическое воспитание наших детей, направленное на любовь к нашей Родине, на патриотизм. Сейчас в крае большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Как это проявляется на примере города Сочи? Союз казачьей молодежи создан буквально недавно, а вот как эта работа велась ранее? Да, Союз только создан в Сочи и со стороны администрации города Сочи, и со стороны общественных организаций. Очень большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Буквально недавно у нас даже прошел круглый стол. Мы приглашали общественные организации, которые занимаются патриотическим воспитанием школьников в Сочи. Это и совет ветеранов, это и боевое братство, это и пограничники, которые создают на базе наших образовательных организаций множество военно-патриотических или патриотических клубов. У нас многие знают такие клубы, как «Гренадер», военно-патриотический клуб «Патриоты России». Также у нас сейчас создано с прошлого года движение «Юнармия». И в этом году у нас 2146 уже появились детей, которые вступили в союз казачьей молодежи. Поэтому самое главное, я думаю, что это воспитание патриотических чувств в наших детях. И мы провели буквально в октябре круглый стол, собрав всех заинтересованных лиц, которые занимаются патриотическим воспитанием, чтобы направить наши усилия в одно русло для того, чтобы воспитывать наших детей. Предмет кубановедения. Он не так давно введен в школьную программу, но детям нравится, им интересно. В некоторых школах специально поют народные песни, проводят этнофестивали, ставят чуть ли не целые спектакли с этническим колоритом, чтобы дети не по книжкам, а вживую изучали традиции и культуру кубанского казачества. Появились ли у нас в последнее время еще более интересные формы такого патриотически направленного воспитания? У нас проходит, поскольку у нас очень много национальных городов, то действительно у нас проходит много различных фестивалей, этнокультур, где ребята представляют как блюда своей национальной кухни, какие-то песни, танцы. И ребятам это намного интереснее, действительно пощупать это, самим поучаствовать в этих мероприятиях. Вот, допустим, в 10-й школе проходили как сватовство, то есть ребята поучаствовали в сватовстве, там все традиции, обряды они соблюдали. И для них это и в будущем будет интересно, когда они будут знать, это не понаслышке из книг, но прочитал, может быть, где-то забыл, а тут он поучаствовал во всем. Соответственно, я думаю, что это будет очень интересно и запомнится на всю жизнь. Угу, однозначно. Ну, наверняка важно доносить до наших школьников и творчества региональных наших писателей. Буквально на днях в Краснодаре в свет вышла книга кубанского автора Юрия Бадяева, заслуженного историка, учителя. Вот в своем труде он проливает свет на новые исторические факты. Давайте посмотрим видеосюжет с презентацией книги. Как дела ваши? Вы сегодня у нас с почетным таким состоянием. Сделали. Ну, здорово. В первой школе Станицы Динской Юрия Бадяева знает любой. Даже охрана пропускает без лишних вопросов. Здесь он легенда. На одном месте проработал 45 лет. Юрий Михайлович Бадяев и на пенсии остался для всех живым учебником истории. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну, вот это мой первый кабинет. Здесь я начинал работать в сентябре 1966 года. Конечно, он не похож на тот кабинет, который был. Вот, потому что он полностью переоборудован. Ну, здесь просто были парты. Прогуливаясь по школьным коридорам в свои 81, Юрий Бадяев уверен, бывших учителей истории не бывает. Вот и сейчас проводит открытый урок. Тема дня – георгиевские кавалеры и георгиевские награды. Именно об этом заслуженный педагог Кубани написал свою новую книгу. Настоящий исследовательский труд. Чтобы собрать как можно больше информации, пришлось поднимать государственные архивы. В черновой вариант рукописи вошли 503 страницы. После редактуры осталось 255. Только самые интересные и неожиданные факты о георгиевских наградах и их владельцах. Мы вот в 60-е и 70-е годы не могли представить даже, что георгиевскими кавалерами могут быть священники. А ведь помимо того, что они могли иметь солдатский георгиевский крест, помимо того, что они могли иметь орден военный офицерский и святого Георгия, они могли еще иметь специальный крест священника, который носился тоже на георгиевской ленте. И священники часто шли в атаку впереди полков. С крестом в руке внес крест, высоко поднятый в руке. У него не было никакого оружия, кроме вот этого креста. Книга разбита на 19 глав. Каждая посвящена отдельной теме. Например, очерки о наградном георгиевском оружии или о георгиевских кавалерах-детях. Немало среди награжденных оказалось и кубанских казаков, участвовавших в Первой мировой войне. Наши кубанцы выставили 90 тысяч казаков, участвовали в войне. Вот 30 тысяч получили георгиевскую награду. Это или георгиевский крест, или георгиевскую медаль. Георгиевская медаль тоже давала звание георгиевского кавалера. Исторический сборник охватывает период в 248 лет, с момента, когда Екатерина II учредила орден святого Георгия. Техническая работа над книгой заняла около двух лет, но интересоваться самой темой Юрий Бадяев начал 71 год назад, когда еще мальчишкой впервые увидел живого георгиевского кавалера. А вот толчком к изданию книги стали события на Украине, признался историк во время официальной презентации в День народного единства. Послушать ее собрались люди из самых разных сфер, от студентов и учителей до губернатора края. Я очень-очень люблю Украину. Я там служил. У меня жена украинка из Донецкой области. И вот когда начались вот эти вот глумления на Украине над героями, которые носят георгиевскую ленту, когда стали называть их колорадами, оскорбительные клички, а эти ленточку колорадка, вот тогда это меня страшно возмутило. Юрий Михайлович, как никто другой, знает, что история не терпит сослагательного наклонения, как и попыток переписать то, что уже произошло. И подобные книги как раз возможность отличить реальность от вымысла. Особенно важно это для молодежи, заметил во время презентации Вениамин Кондратьев и вспомнил свои школьные годы, когда с головой погружался в уроки истории. Ведь учителем был тот самый Юрий Бадяев. Я помню ваши уроки в школе на самом деле. Даже когда мы уже их закончили, и даже когда уже не нужно было туда приходить, мы завидовали тем, кто приходил на его уроки. Только потому что это были уроки на самом деле глубокие, они были настоящие. Они были не из книжки, они были где-то, может быть, из поисков, образы, которые он на самом деле собирал, искал и лично встречался с людьми, люди близ его жизни. Необходимо сегодня, чтобы эти герои, они оказались пусть на страницах истории, на страницах книги, но в нашей жизни. Иначе откуда нам брать вот эту связь поколений. И когда молодой человек или девушка будет знать, что вот он, который герой, тоже ходил по этой улице, он тоже был в этом парке, в этом сквере, но он стал героем. Это будет другое его восприятие. Трехтысячный тираж книги под авторством Байдяева разошелся по всем школам Краснодарского края. В качестве дополнительного пособия ее можно взять в библиотеке. Издание с профессиональной точки зрения уже оценили, учителя и историки. Вы сами видите, что другие страны, как уже сказал Юрий Михайлович, переворачивают историю с ног на голову. Но благодаря таким людям, как Юрий Михайлович, за историю края, за частичку истории России мы можем быть спокойны. Всех собравшихся интересовал вопрос, будет ли продолжение. Однозначно Юрий Бадяев не ответил, но заметил. Если сложить весь рабочий материал в стопку, она получится почти метр высотой. А значит, занимательная история вполне может вылиться в новую книгу. Трехтысячный тираж книги под авторством Бадяева разошелся по всем школам Краснодарского края. Как на это смотрят в Сочи? Учителя одобряют? Конечно, учителя одобряют. И, естественно, эту книгу они будут использовать в обучении детей, потому что это книга непосредственно нашего кубанского автора, который знает все это не понаслышке, а пишет от души. Ко всему прочему, сочинские школьники традиционно частые гости воинских частей. В том числе юноши-допризывники проходят там смотры строя и песни. Как по-вашему, способствует ли это повышению интереса к воинской службе, защите Родине? Или просто шагают и поют, раз уж так надо? Я думаю, что это способствует именно патриотическому воспитанию, именно повышению интереса наших юношей к службе в вооруженных силах. Почему мы провели в этом году первый раз городской смотр строя и песни? Потому что все школы практически в рамках месячника обороны массовой военно-патриотической работы проводили у себя эти мероприятия. И мы решили, что это должно куда-то дальше выливаться. Поэтому мы провели районные смотры. Победители районных смотров на площади Зимнего театра продемонстрировали свои умения, способности. Причем детям это очень нравится. Просто если посмотреть только на глаза детей, когда они именно маршируют, это действительно, что, во-первых, строй он очень дисциплинирует. И для наших ребят это очень важно. Буквально 11 ноября 200 наших школьников вступили в ряды юнормии. И они прошли в одном строю с новобранцами спортивных род ЦСКА. И я думаю, что они не ударили в грязь лицом, выглядели очень достойно. Есть ли реальный результат от всех этих посещений воинских частей, смотров строя, помимо светящихся глаз ребят? Конечно. Ребята, во-первых, стремятся вступить в наши все эти военно-патриотические и патриотические объединения. Потому что это интересно. Это изучение истории. Это общение с интересными и с героическими людьми. И действительно, со стороны ребят уже идут какие-то предложения провести мероприятия. Поэтому это очень важно. И наше взаимодействие с воинскими частями будет также расширяться и продолжаться. Сейчас много внимания уделяется и внешкольной занятости детей. Что в этом плане Сочи может предложить подросткам? У нас очень широкий спектр дополнительного образования. Только в системе образования в Сочи функционирует 20 организаций дополнительного образования с охватом более 30 тысяч школьников. Кроме этого, у нас на базе учреждений Департамента спорта, учреждений культуры также занимаются более 18 тысяч школьников. Каждый год обновляются программы дополнительного образования. Вот уже несколько лет у нас очень большим спросом пользуется робототехника. И наши ребята занимают достойные места на соревнованиях и всероссийского уровня. Очень большое количество детей занимается спортом. Кроме занятости именно в учреждениях дополнительного образования, у нас проводится много различных мероприятий, в том числе и спортивные направленности. Одна только всекубанская спартакиада, которая проходит по семи видам спорта в трех возрастных категориях. Она позволяет нам занять детей во внеурочное время. И это очень важно, потому что большинство людей, которые выбирали свою профессию, они выбрали профессию именно из тех направлений, где они были заняты дополнительно, внеурочно. Потому что это их интересы. Буквально сегодня у нас в Сочи прошел слет молодежи казачьей, которая вступила в этот союз. Это уже было какое-то официальное мероприятие? Да, конечно. Это было официальное мероприятие. И дальше мы продолжим уже соревнования. Именно, допустим, у нас будет сдача нормативов ГТО именно казачьей молодежи. То есть это у нас будут спортивные соревнования. У нас также будут соревнования между классами казачьей и группами казачьей направленности. Именно с элементами казачьего воспитания. Потому что у нас, допустим, казачата 81-й школы, они посещают конную школу. То есть они также умеют уже джигитовать. Буквально сегодня прошел первый учредительный слет Сочинского отделения Союза казачьей молодежи Кубани. Перед ребятами выступили атаман, председатель Сочинского отделения Союза казачьей молодежи. Также были поставлены задачи, которые необходимо будет выполнить нашему Сочинскому отделению. И обрисованы перспективы дальнейшего действия Союза. То есть Союз объединит всю активную молодежь нашего города? Союз объединяет, конечно, всю активную молодежь. Это не только школьники, это также казачья молодежь, это и студенты, и молодежь, которая уже трудоустроена. Поэтому это не только школьники. Основная, конечно, масса школьники. Мы объединяем всех. А можно сказать, сколько у нас всего групп и классов? У нас 2146 казачат. Это обучающиеся, 689, это обучающиеся 10-й школы. А все остальные, это участники либо классов, либо групп казачьей направленности. У нас в четырех школах созданы классы казачьей направленности, а группа казачьей направленности практически в каждой школе. Ну а мы можем сказать уже сегодня, чем будут заниматься члены Союза казачьей молодежи, помимо сдачи ГТО? Помимо сдачи ГТО, конечно. Это, во-первых, будет и интеллектуальный конкурс, это изучение истории казачества, это именно традиции казачества, устои казачества. Все это будет на базе школ? Конечно. Это будет и на базе каждой школы, и также будут проводиться и районные, и городские мероприятия. Потому что союз создан, и, естественно, мы должны увлечь детей какими-то мероприятиями, они должны стремиться в них участвовать. И то, что у нас именно вступили в союз казачьей молодежи именно такое большое количество детей, естественно, это свидетельствует о том, что руководство края у нас очень заинтересовано в развитии казачьего воспитания детей. Без поддержки руководства это очень сложно было бы сделать. Есть ли какие-то интересные проекты в других городах, регионах, которые вам хотелось бы воплотить в нашем городе Сочи? Вы знаете, у нас очень много проектов именно в городе Сочи, в которых практически каждый год у нас существуют какие-то новые проекты. Вот я расскажу о нескольких. У нас в рамках подготовки либо к 9 мая, либо к каким-то другим мероприятиям проходит традиционно. Вот у нас есть, допустим, к 9 мая акция «Белая магнолия». Дети своими руками делали магнолии по количеству сочинцев, ушедших на фронт. И затем в рамках мероприятия 9 мая мы выходили с этими белыми магнолиями. Школьники посещали живых ветеранов и на красных полотнах записывали их данные, фамилии, имя, отчество, где они служили. И затем все эти полотна были сшиты в одно полотно победы. Это также была акция «Полотно победы». У нас письма из Сочи была акция, которую очень поддерживает глава города Сочи. Он, посещая другие регионы, теперь берет эти письма, раздает всем, потому что дети писали о Сочи, какой он был в годы Великой Отечественной войны, какой он сейчас, приглашая посетить наш город Сочи. Причем, допустим, школьники 20-й школы писали в 20-ю школу какого-то города. И у многих завязалась переписка. Традиционная для города Сочи была эстафета «Сочи – город-госпиталь», в которой принимали участие практически все школы города Сочи. Знамя Победы передавалось из санатория в санаторий, который в период Великой Отечественной войны, на базе которого был госпиталь. Также у нас была акция в прошлом году «Во имя Победы» с использованием социальных сетей. Каждая школа придумала какое-нибудь мероприятие, проводила его и передавала эстафету другой школе. Эстафета началась примерно в феврале 2017 года и закончилась 9 мая. То есть школьники давали обещания сделать, либо высадить деревья, либо посетить ветеранов, либо создать книгу памяти. И выполняли данные обещания. То есть у нас очень много проектов своих. Вот буквально 13-го числа у нас были мероприятия, посвященные Всемирному дню доброты. И школьники раздавали в рамках акции «Зеркало добрых мыслей» на полотне. В школе школьники продолжали фразу «Мир станет лучше, если я». То есть это заставляло задуматься ребенка, что необходимо сделать для того, чтобы мир стал лучше. Или дети раздавали «Птицу добра» прохожим на улице в микрорайоне каждой школы. С афоризмами о доброте или с фразой «Добро возвращается». То есть также позволяли всем жителям задуматься о доброте. У нас множество акций, которые мы готовы поделиться со всеми. Я думаю, с уверенностью можно сказать, что в наших сочинских школах дети получают не только образование, а большое внимание уделяется воспитательному процессу. Это очень огромный пласт. Воспитательная работа – это самое важное, я думаю, что у нас есть в школе. Огромное спасибо, Татьяна Владимировна, за интереснейшую беседу. Спасибо вам. Всего хорошего. Удачи. Напомню, гостем нашей программы сегодня была начальник отдела дополнительного образования и организации воспитательной работы Управления по образованию и науке администрации города Сочи Татьяна Андреева. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города. И до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!